Предоставление земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства. Эта тема стала ключевой на Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности. На сегодняшний день существует два варианта предоставления участков в аренду, но ни один из них не дает стопроцентную гарантию того, что бизнесмен с легкостью получит землю под тот или иной объект. Как обрести почву под ногами, расскажет Любовь Пермякова. Руслан Булыгин – молодой предприниматель. Бизнесмен – владелец туристической базы. Благодаря предприимчивости молодого человека необитаемый остров превратился в любимое место отдыха не только жителей округа, но и гостей города. Спрос на услугу начал расти, и Руслан задумался о расширении сферы бизнеса. Но все оказалось не так просто, как планировал бизнесмен. Месяц проходит, рассмотрение заявки. Потом они, в чем суть самой проблемы, вся соль, они выставляют на конкурс эти участки. То есть я заморочился, я подал на них. Но выиграть может кто-то другой, совсем не я. Я как малый предприниматель, у меня финансы не такие большие. Если кто-то из крупных захочет забрать, то они по финансам меня могут перебороть. В Нинецком округе существует два варианта предоставления участков в аренду. Участие в аукционе или получение земли в инициативном порядке. Для этого необходимо обратиться с заявлением в управление земельных отношений. Затем самостоятельно выполнить процедуру по формированию земельного участка. Подготовить пакет документов, на основании которого орган госвласти проводит процедуру аукциона. Многое сделано, но этого недостаточно, говорят молодые предприниматели. Если повезло и земля под ногами есть, надо на ней еще устоять. Допустим, для предпринимателей, для начинающих сейчас есть налоговые каникулы. До двух лет, по-моему. И почему бы не сделать точно так же, допустим, для предпринимателей. И это не только для начинающих бы касалось, а земельные участки давали бы, допустим, на год. Так же самое на льготных условиях. То есть безвозмездно пока год. Потому что в любом случае ты берешь этот участок в аренду изначально, тебе надо построиться. Вот, допустим, чтобы мне построить, мне надо примерно по времени потратить год. Пока мы построим, пока год пройдет, все отстоится. Потом там, ну, отделочная работа и все такое. Ну, год как минимум. И то есть за этот год я на этом ничего зарабатывать не буду. А платить я должен за аренду. С земельным вопросом на Координационном совете по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности уделили особое внимание и пообещали совершенствовать систему предоставления участков. Не забудут и про облегчение налогового времени. Тем более, что теперь у бизнесменов появятся огромные возможности. В регионе начал работу фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Главная его цель и задача – это содействие, первое, содействие развитию инвестиционных процессов на территории его облика и продвижению его инвестиционной привлекательности. Это поддержка стартап-проектов предпринимателей на всех этапах развития. Сюда входят и юридические, бухгалтерские, финансовые консультации, помощь в оформлении бизнес-идеи, бизнес-плана инвестиционного проекта, а также взаимодействие со средствами массовой информации для продвижения предпринимательских идей, предпринимательских инициатив. Финансовую помощь молодым бизнесменам окажет комитет... ...с приобретением основных средств при модернизации производства. Далее – возмещение части затрат по аренде помещений субъектам предпринимательства, которые оказывают населению, услуги в сферах социальных, бытового обслуживания, медицинских и персональных услуг. На материальную поддержку могут рассчитывать и те, кто осуществляет деятельность в области... Теперь субсидия предназначена для приобретения сырья и материалов. 2,5 миллиона выделено на повышение профессионального уровня как самих предпринимателей, так и сотрудников, чтобы бизнес в регионе был грамотный. Любовь Пермякова, Сергей Качиков, Телеканал «Север».